МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Оренбурге половина восьмого вечера. Время новостей на Орен-ТВ в студии Татьяна Штылер. В ближайшие 20 минуты расскажем о самых заметных темах и событиях дня. Вот что увидите. В Оренбурге порядка 50 человек пострадали из-за проблемы туроператора Натали Тур. Сейчас люди обращаются в агентство, где приобретали путевки, а также в Роспотребнадзор. За капремонт платили, но нужно заплатить еще. Жители Карагандинска-39 не рады новым счетам. Сегодня на улице Минской произошло обрушение стены жилого дома. Подробности далее. Есть доказательства, есть очевидцы, но почему-то полицейские не возбуждают уголовное дело. Больше года Оренбурженка пытается добиться справедливости. Ей повредили автомобиль. Асфальт проваливается в одной части города, в другой. Дорога испытывает терпение оренбуржцев. Что случилось обо всем в рубрике дежурный корреспондент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порядка 50 оренбургских туристов пострадали из-за проблем туроператора Натали Турс. Уточненные данные представили в региональном министерстве физической культуры, спорта и туризма. Напомним, Натали Турс аннулировала все ранее оплаченные и забронированные туры, по крайней мере, до октября. Сейчас люди обращаются и в агентство, где покупали путевки, а также в Роспотребнадзор. На пике отпусков и каникул Натали Турс заявили, что не смогут вывезти туристов за рубеж, которые уже заплатили деньги. Оказывается, у туроператора многомиллионные долги перед отелями и другими поставщиками в разных странах. Руководство компании уже заявило о планах уладить все проблемы и начать выплачивать компенсации людям. Только пока непонятно, из каких денег. В Роспотребнадзоре тем временем принимают обращения от пострадавших. Открыта горячая линия. Обратилось уже порядка 10 человек. На горячую линию. В основном, конечно, те граждане, которые еще находятся здесь и которые не вылетели. Ну и после того, как наши специалисты консультируют, конечно, уже гражданин принимает потребительные решения о том, что либо выехать и продолжить свой отпуск, либо остаться здесь. Обращения поступают как устные, так и письменные, рассказывают в ведомстве. Многие не понимают, как им вернуть деньги за тур. Тем более, в основном, во всех случаях авиабилеты Натали Турс оплатил сразу. Право выбора, либо проплачивать отель и далее отдыхать, и все эти деньги, которые потребители оплатят за услуги самостоятельно, они уже будут являться убытками, которые он понес по этому договору. И уже нужно будет их, конечно, предъявлять претензию туроператору. И добавим, по официальным данным, оренбургцев, находящихся за границей по путевкам от Натали Турс, нет. Сегодня ночью на улице Минской произошло обрушение стены жилого дома. Информация об этом появилась в социальных сетях. Предположительно, кирпичная стена рухнула под тяжестью нескольких сплит-систем. Возможно, из-за того, что обрушение произошло ночью, местные жители говорят, что не слышали звуков падения части стены и не видели этого. Но высказывают предположения о причине случившегося. 50 лет дома. Значит, такая кладка была. Ну, я не слышала. Я на даче ночевала. Ночью, говорит, обвалилась. Там нет кирпичной кладки никакой. Куда они ее воткнули там? Что они ее вкрутили? И на чем? Хотя бы подрамок бы сделали под нее. Да ничего там не сделано толком. Но это дождь лил, протекало. Эта крыша была худая. Надо было вовремя наладить крышу. В управляющей компании «Северная», которая обслуживает этот дом, рассказали, что нежилое помещение, расположенное на первом этаже, принадлежит другой организации. Данное нежилое помещение не входит в состав общего имущества. То есть, собственник в свое время произвел застройку витрины кипячом. Произвел он это до момента управления управляющей компанией «Северная». И данная стена не выдержала нагрузки кондиционеров. В настоящее время гражданам ничто не угрожает. Опасности для жителей и прохожих нет. Представители магазина проводят восстановительные работы. В Комитете по управлению имуществом Оренбурга, который отвечает за подобные помещения, пока никак не комментирует ситуацию. В вопросе обещали разобраться. В Госдуме сегодня заявили о возможности смягчения пенсионного возраста для женщин. А Минтруд при этом выступил против любых изменений в условиях запланированной реформы. Об этом сообщает ряд интернет-изданий. Это значит, что послаблений не стоит ждать ни многодетным женщинам, ни работникам опасных и вредных профессий. Ранее сообщалось, что есть предложение ввести послабление к пенсионной реформе для таких категорий граждан. Плюс дать людям возможность выхода на пенсию по старым правилам, но с меньшими выплатами. В Министерстве труда и социальной защиты дали понять, пенсионную реформу смягчать не планируют. Заявлено, что послабление не позволит обеспечить планируемый темп роста пенсии. Увеличение выплат по старости на 1000 рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством. Правительство не закладывало в параметры увеличения расходов пенсии иных подходов, связанных с размером изменения возраста. Напомним, реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года. С 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В нескольких десятках городов страны ранее прошли митинги против пенсионной реформы. Госдума собирается рассмотреть законопроект 19 июля и принять его в двух оставшихся чтениях осенью. Возможно, именно тогда будут несены какие-либо изменения. Сейчас Нижняя палата ждет реакции на предложения правительства от региональных парламентов. Профессиональное бессилие или отсутствие желания разбираться в ситуации. Больше года Оренбурженко пытается добиться справедливости. Женщине исцарапали новую дорогую машину. Исцарапали со всех сторон. Причем произошло это не единожды. Как только владелица восстановила авто, ей навредили снова. Героиня нашего следующего сюжета уверена, к порче имущества причастна соседка. И у нее есть доказательства видеозаписи, очевидцы. Но почему-то полиция отказывает в возбуждении уголовного дела. Наталья Голикова вспоминала, с чего вообще начиналась неприятная история. Июнь 2017 года. Новую дорогую иномарку Елены явно намеренно исцарапали ключом или гвоздем. Машина была припаркована во дворе дома в поселке Ростыши. Полиция начала проверку, а женщина восстановила автомобиль. Правда, как только она забрала его из сервиса, история повторилась. По всему капоту хаотичные, глубокие, царапанные лакокрашные покрытия до металла. Бередняя правая дверь, то же самое. Практически вся также из царапана до металла. Задняя дверь. Елена не стала устанавливать во второй раз машину, так как боится, что ей навредят снова. Автоледи с уверенностью говорит, испортила машину соседка. Правда, причина поступка ей неизвестна. Они никогда не конфликтовали. Зинченко нанесла глубокие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля по всему периметру. Сумма восстановительного ремонта, оцененная официальным дилером, по каждому случаю составляет больше 60 тысяч рублей. Для меня и для моей семьи это очень значительный ущерб. Елена надеялась на правоохранительные органы. Тем более, что доказательства есть. В первый раз соседку увидел очевидец, а второй раз зафиксировала камера видеонаблюдения. Вот женщина выходит из подъезда с собаками и подходит к автомобилю Елены. Обходит его со всех сторон, а на утро иномарка испорчена. Причем другие жильцы дома опознали хулиганку и дали свои показания. Но в полиции расследование спустили на тормозах и отказали в возбуждении уголовного дела. В настоящее время дело зашло в тупик. Административное дело производства прекращено. По истечению срока давности вследствие бездействия полиции Зинченко не понесла никакого наказания. Я считаю, что полиция не провела достаточное следственное действие ни по первому факту повреждения автомобиля год назад. Был свидетель, который видел, как Зинченко повредила автомобиль, который был опрошен только после второго факта повреждения автомобиля. Пишут формальные формулировки. То есть обосновывают, что значительный ущерб определяется свыше 250 тысяч рублей. Что абсолютно не соответствует действительности. Елена говорит, что та самая соседка-вредительница многим рассказывает, что будет портить автомобиль вновь и останется безнаказанной. Жители не исключают, что у женщины налажена связь. Иначе объяснить бездействие тех, кто олицетворяет закон, они не могут. Сейчас Елена написала очередное заявление в прокуратуру, а точнее жалобу на полицейских в надежде на то, что все-таки начнется честное и объективное расследование. Наталья Голикова, Петр Рукин, Орент-ТВ. В прокуратуре обратившиеся рембурженки и нашим журналистам должны ответить через 10 дней. В полиции пообещали провести служебную проверку. Эту тему мы еще продолжим в наших эфирах. Во всех случаях разбираюсь лично. Сегодня на записи программы «Круглый стол» вице-губернатор Вера Баширова прокомментировала нарушение ее водителям правил дорожного движения. О них за последнее время не раз сообщалось на оренбургских информационных порталах. Она отметила, что юридически это не зона ее ответственности, но обо всех инцидентах знает. Да, я знаю и про вчерашний инцидент. Я знаю и про апрельский инцидент. Когда до этого были две аварии, я разбиралась и смотрела схемы этих аварий. Я сама лично, но там и ГИБДД установила, и я четко понимала, что мой водитель не вина. Так получилось и была такая ситуация. В апреле, когда он попал в поле зрения телекамер, ГИБДД первоначально не планировали его привлекать к ответственности. Но после нашего с ним общения, он, в общем-то, как человек достаточно взрослый и ответственный, он пошел и сам написал заявление о том, что у него такое было. Водитель был наказан, инцидент исчерпан. Кроме того, сегодня Вера Баширова рассказала о кадровой политике в правительстве, в том числе о назначениях в Минсельхозе и Минлесхозе, про президентские гранты и про страницы в соцсетях. Программа выйдет на нашем канале завтра в 12 дня. Не пропустите. Платим за капремонт, а получаем новые счета на оплату. Жители 39-го дома по улице Каргандинской негодуют. В последних квитанциях у всех, без исключения, указана задолженность. Цифры с тремя нулями. В 2014 году голосованием они создали ТСЖ и деньги на капитальный ремонт решили переводить на спецсчет. В этом году приступили даже к ремонту крыши. Только, судя по квитанциям, получается, за все эти годы жильцы не внесли ни копейки на капремонт. С момента постройки этот дом был кооперативным. После жильцы, отчасти из них проживают тут с самого основания, так и решили управлять своим домом самостоятельно. Образовали ТСЖ и отказывались от обслуживания управляющими компаниями. По закону люди приняли решение на ученом собрании, выбрали спецсчет, открыли спецсчет в Сбербанке, отчисляли деньги туда и, как бы не подозревая, что в 2015 году по ошибке как-то включили в общий котел. Собранных на спецсчете денег хватило на аванс, чтобы приступить к глобальному ремонту. Кровля давно требовала починки. Обратились к подрядной организации и даже внесли часть оплаты. Мы, потому что закупили материал, авансировали как бы начало работ и вот сейчас как бы у нас получается систему город обнулили наш счет, спецсчет и выставили двойной счет, как бы получается, на фонд модернизации. На днях жильцам пришли новые квитанции, только цифры в них в разы превышали прежние. Чуть более чем по 10 тысяч рублей в общей сложности на каждую квартиру. Конечно, мы удивились. Мы платили, платили эти годы и вдруг нам присылают еще раз повторно им отдать. Как получаем пенсию, сразу бежим оплатить, потому что за должности не хотим, чтобы у нас было. Получаем пенсию небольшую, это располагаем уже за то, за то заплатить. А получилось, что должны, да? Да, да, да. После общения с жильцами мы отправились в фонд модернизации ЖКХ, где нам все разъяснили. Если говорить проще, спецсчет этого дома просто не оформлен до конца и по всем правилам. Более того, был создан он в 2014 году, за полгода до того, как дом попал в программу капитального ремонта, а не после, как положено. К тому же нужна ежемесячная отчетность по движению средств на этом счете. И именно в государственную жилищную инспекцию ежемесячно владелец специального счета, ну и региональный оператор тоже, как предоставляет отчеты о поступивших средствах, о направленных на финансирование работ по капитальному ремонту, если на то есть протокол общего собрания, и об остатке на конец отчетного периода. В реестре ГЖИ, ГЖИ идет реестр спецсчетов, этот дом отсутствует. Кроме того, в фонде пояснили, представителям ТСЖ достаточно отчитаться о финансовом состоянии счета, оформить все по правилам в ГЖИ, и тогда будет сделан перерасчет. Сейчас сделаем небольшую паузу, совсем скоро продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем рассказывать о новостях, и вот что еще увидите. Территория раздора. Почему соседи не могут договориться о том, где должен стоять забор? Каждый отстаивает свое право в суде. Асфальт проваливается в одной части города, в другой. Дорога испытывает терпение оренбуржцев. Что случилось обо всем в рубрике «Дежурный корреспондент». Авторегистрация без ГИБДД. Как новый законопроект предлагает оформлять автомобили? Во время пожара погиб человек в Гае. Загорелся магазин недорогих товаров. Возгорание произошло сегодня ночью. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил стены, стеллажи и вещи на них. Две пожарные машины и семеро спасателей справились с огнем. Однако в сгоревшем помещении было обнаружено тело мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства. Как отмечает портал ГАИ РФ, магазин открылся 30 июня. Подобные случаи происходили в городе и раньше. Один магазин сгорел в октябре прошлого года двумя месяцами ранее. Торговый объект, который только открыл свои двери. Оформлять автомобили можно будет без ГИБДД. Новый законопроект во втором чтении будет рассматривать Госдума. Он готовился с 2011 года и коснется многих россиян. Главное новшество – Госавтоинспекция не будет выдавать номера. Для этого появятся специализированные фирмы, сообщает газета «Коммерсант». Согласно выстраданным, как сами называют его депутаты, законопроекту, в первую очередь удобство будет для покупателей новых машин. Регистрировать их будут в салоне за отдельную плату. Автосалоны будут вносить в специальный реестр, если они будут соответствовать условиям. Кроме того, появятся два новых термина – регистрационный номер, который будут выдавать в ГАИ, и регистрационный знак – металлическая пластина, которую изготавливать и оплачивать будет сам автовладелец с помощью аккредитованных фирм. Предельные тарифы для компании установят в антимонопольной службе. Сейчас за регистрацию авто владельцы платят от двух до трех тысяч рублей. И еще несколько деталей новой инициативы. Не будет возможности выбирать красивые номера и регистрировать авто на ребенка младше 16 лет. Второе чтение назначено на 17 июля, а если будет одобрено, то в силу вступит в 2019 году. Хотя новое по большому счету забытое старое. Относительно недавно порядок получения номеров не только в ГИБДД практиковался. В Оренбурге, например, было еще три МРЭО. Только вот в 2016 году их закрыли, как тогда говорили, для наведения порядка. Работающие много лет пункты МРЭО в те годы тоже были частными. В них сидел один сотрудник ГАИ и менеджер, который оформлял документы. Выполняли все по установленному регламенту. А водители в общей массе радовались, что покупка авто будет еще с относительно быстрой процедурой оформления. В декабре 2016 пункты закрыли. Тогда сообщалось, что в филиалах не все и не всегда было по правилам. И руководство УВД пошло по простому пути. Филиалы просто закрыли, всех отправили на транспортную. Хотя еще одна из названных тогда причин были сложности с цифровой связью. Готовы ли к предполагаемым новшествам автовладельцы Оренбурга? Какие плюсы видят в них? Об этом мы спросили у тех, кто уже не представляет себя без машины. Наверное, опять какие-то проблемы подводные камни будут. Вы видали, какие очереди у ГАИ стоят. Может, быстрее будет? Вы готовы доплачивать? А куда деваться? Удобно будет. Народу не так будет. Когда много ГАИ было же, и ночи не было. Ой, опять доплачивать. Бензин дорогой. Все доплачиваем и доплачиваем. Положительно, я думаю, это не будет очередей. Намного удобнее для людей это будет. Через дилеры. Не знаю, какие там будут обстоятельства у них складываться по платежам. Удобно будет для тех, кто будет выбирать эти номера. Зеркальные, красивые. А так не вижу смысла. Что в салоне, что так, кто пошел зарегистрировал, я сейчас думаю, что на сайт можно также зайти, записаться, прийти без очередей и оформить машину. Я думаю, что это удобно. Я думаю, что да. Нет, конечно. То есть это будут компании какие-то, которые будут еще дополнительно собирать деньги. Участок раздора в подмаячном поселке соседи не могут договориться о том, кто имеет право пользоваться клочком земли. Те, кто проживает здесь не один год, и новый хозяин прилегающего участка погрязли в бесконечных судах. И даже сегодняшнее присутствие приставов на спорном участке не дает уверенности в том, что судебное решение последнее и окончательное. Мы попытались разобраться в ситуации. Галина Ткачева вместе с дочерью инвалидом проживает в небольшом саманном доме с 2005 года. Самовольное строение выкупила у прежних хозяев, узаконила через суд около года назад. Пока соседний участок был заброшен, тропинку к дому оградила забором. За воротами ставила машину. Когда мы заехали, здесь было вот такими огороженными, понятно, какой-то проволокой, вот это все. Я просто потом все это вырубила и уже сделала нормальным забором. Теперь забор по требованию приставов необходимо разобрать. Но до конца выполнять решение суда Галина не стала. То, как новый владелец соседнего участка намерен поставить заграждение, приводит женщину в ужас. Если установить забор по-новому, для выхода в свет у нее остается лишь узкий проход между соседними домами. Мне нужен чисто заезд для ребенка, потому что то туда отвезти, то по больнице. Он ко мне не сможет подъехать машина, ни канализацию откачать, ни скорой, ни пожарной. Роман Бондаренко оформил заброшенный участок в аренду, расчистил территорию. Через суд доказал свое право на часть земли, на которую у Галины документов нет. С соседкой пытался договориться по-хорошему, но пока ничего не вышло. Предлагаю вот от этой точки, то бишь мы оставляем въездные ворота и натягиваем, ну не ровную линию здесь, она никак не получится, до старого плана, вот допустим до отсюда, и ставим забор. И по плану также забор, чтобы у нее был общий въезд к собственному дому. Судебные приставы следят за исполнением решения суда. На исполнение в отделе судебных приставов промышленного района города Оренбурга поступил исполнительный документ решения суда об обязании должницу произвести демонтаж забора, который находится на смежном участке. После возбуждения исполнительного производства должницы неоднократно вручались требования об исполнении судебного решения в добровольном порядке. По истечению данных срока решение суда было исполнено частично. В связи с этим должнице было вручено извещение о том, что сегодня будет производиться исполнение решения суда, то есть демонтаж забора в принудительном порядке за счет взыскателя. Согласно плану 1958 года, который показывают друзья Галины, в этом месте когда-то был обозначен общий проезд. Учитывая, что вообще в этом районе большая часть домов возведена без разрешающих документов, о существовании такого градостроительного плана знают немногие. И законность практически каждого участка в подмаячном поселке под большим вопросом. По новому предложению Романа Галине нужно убрать забор в глубине участка, на который у него оформлены документы. Тогда прежний заезд к дому останется за ней. Но договориться пока не получается. В понедельник тебе приходили, ты сказал, что нет, не согласен. Вот стоит у тебя свидетель, их было три парня еще у тебя тут, защитников. Галь, я дарю тебе, не то, что дарю. Ты видел, какой будет у тебя? У тебя вот так вот будет кругом. А у тебя заезд будет. Галина Ткачева накануне побывала на приеме у начальника департамента градостроительства и земельных отношений Сергея Бринева. Попыталась там найти правду. Сегодня представители ведомства выезжали на место, пообещали разобраться в кадастровых планах. И если где-то допущена ошибка или нарушение, сделать все, чтобы их исправить. И к концу дня Галина Ткачева сообщила, что весь металлический забор все же пришлось разобрать в избежание трат по оплате принудительного сноса. Без границ и предубеждений. Сегодня в парке Миниперовского прошла показательная зарядка для людей с ограниченными возможностями. На протяжении всего лета по субботам оримбургцы смогут приобщаться к спорту и начинать выходной с зарядки на свежем воздухе. Без границ. Таков лозунг людей, пришедших на спортивное мероприятие. Вместо того, чтобы сидеть дома и скучать, эти люди собираются в парке на зарядку, повторяют движение за инструктором. Здесь заводят новые интересные знакомства, проводят время с пользой для здоровья. У меня, во-первых, улучшилась координация движения. Это раз. Ну и стал как-то более бодро себя чувствовать. Чем больше людей, там веселее, интереснее. Благодаря этому клубу я приобрел много друзей. Один из организаторов акции Петр Гомин считает, что таким образом стараются стереть границы и адаптировать людей с инвалидностью в обществе. На одной из встреч нашего клуба мы решили сделать такую зарядку. И идея возникла продвижение здорового образа жизни и интеграции людей с инвалидностью в общество, чтобы стереть границы у людей, которые возникают. Четвертая зарядка у нас все больше и больше людей прибавляется. Это радует. Участникам зарядки идея такого времяпрепровождения нравится. Говорят, хотелось бы, чтобы в городе проводилось больше таких мероприятий. Я бы хотела побольше, чтобы таких мероприятий было. Давно уже занимаюсь, схожу уже давно к ним. Очень классно. Приходите, это замечательно вообще. На природе, на свежем воздухе. Такой заряд бодрости получаешь. Ну, эмоции такие только положительные. Дорожные проблемы особенно волнуют оримбуржцев. Проехать в южную часть города стало еще проблематичнее. А на проспекте Победы автомобилисты беспокоятся в состоянии дорожного полотна. Причем того участка, который был капитально отремонтирован. Дежурный корреспондент выяснял детали. Смотрите все подробности далее. Пробки стали еще больше. Теперь до дома и на работу добираться приходится дольше. Это жалобы от жителей южной части города и авиагородка, которые и так уже продолжительное время с трудностями проезжают участок до Виадука по улице Донгусской. Напомним, там ведется ремонт подъема на мост. Но сейчас ситуация осложнилась еще тем, что светофор, который хоть как-то регулирует поток, сломан. И два дня в часы пик приходится простаивать больше часа, говорят люди. В управлении по организации безопасного дорожного движения, которое возглавляет Сергей Прошин, всего лишь ответили, мол, за этот светофор отвечает строительная компания, мэрия отношения не имеет. К слову, по журналистским запросам такая фраза от руководителя управления, в обязанности которого входит как раз организация безопасного движения, звучит с завидной регулярностью. К концу дня представители пресс-службы мэрии все-таки сообщили, что этот светофор действительно ведомстве строителей. Сломана деталь, ее заказали, но потребуется время. Пока в часы пик будут стоять регулировщики. Проспект провалился. Эту заявку оставили автомобилисты, которые часто ездят по проспекту Победы. На участке напротив третьего корпуса ОГУ рядом с пешеходным переходом значительно просел асфальт. Из-за того, что большинство водителей стараются объехать эту территорию, возникают заторы. В управлении строительства и дорожного хозяйства рассказали. Об этом знают. Асфальт просел, но пока ничего критического в этом не видит. Устранят дефект только, когда выполнят работу по ремонту сложных участков в городе. Это будет примерно через полтора месяца. А также отметили, что ремонт уже будет не гарантийным после капитальной реконструкции, а то есть за счет бюджета. Водитель, отзовитесь. Есть информация для Сопрыкина Николая Юрьевича 1988 года рождения. Ваше водительское удостоверение найдено. Внимательный оренбуржец Сергей утром обнаружил документ на улице Рыбаковской в районе гостиницы и хочет вернуть права законному владельцу. Телефон есть у нас, мы поможем связаться. А если и вы готовы делиться своими новостями, наблюдениями, заявками, ваше ждет дежурный корреспондент, оставляйте их по будням в рабочее время по телефону, который сейчас перед вами. Это пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 23 часа. До встречи на Орен-ТВ. С 10 по 15 июля фестиваль молодого меда. Качественная продукция по низким ценам. ДК «Экспресс», проспект Парковый, 15. В ближайшие сутки в Оренбуржье переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный от умеренного до порывистого. Ночью по области от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем в пределах от 27 до 32 градусов. В Оренбурге переменная облачность. Днем возможен дождь, ветер северо-западный умеренный. Ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем воздух прогреется до 28-30 градусов. Медовые реки в Оренбурге. С 10 по 15 июля. В ДК «Экспресс» более 20 сортов меда. Акция 3 литра цветочного меда – 1000 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова